Доброе утро! Наша программа продолжается. Если вы все еще не знаете, чем занять себя в ближайшие дни, куда отправиться в выходные, мы поможем вам определиться с планами. Дорогие друзья, завтра, 21 февраля, отправляйтесь в Эверджаз, потому что там как раз и будет программа Global Village 2. Сегодня у нас в гостях главные исполнители этой программы, известнейший джазовый и эстрадный, и вообще известнейший барабанщик Игорь Захаров и исполнитель над диджири-иду Вадим Субботин. Доброе утро, друзья! Доброе утро! Доброе утро! Отлично! Мне понравилось, что вы меня так представили, известнейший в некоторых кругах. Я просто давно знаю, давно... Я занимаюсь этим делом 66-го года. Мы не будем считать. Не будем, не надо. То есть, это математически, это не наше... Вернемся к программе. В программе, да. Почему? То есть, это название, это «Большая деревня». И почему название это сделал быстро? Потому что Екатеринбург – большая деревня. Да. Нет, дело в том, что в этот проект я могу брать любых музыкантов из любой точки мира. И все, то есть, и это слоган, его знают во всем мире. Это Питера Ковальда, то есть, контрабасистец из Вопертали. Он где-то там был. Расскажите, кто еще из ваших коллег-музыкантов будет с вами на сцене? Там? Да, в Эверджазе. В Эверджазе – Игорь Порощук, Саша Титов, и бас – это Фокин, и Вадим Суботин. То есть, весь цвет собрали, весь цвет музыкантов. Да, но не потемки. Вы все-таки как-то готовились к концерту, или это будет полнейший импровизация? Вы знаете, то есть, у ребяток, с которыми я работаю, вот и Вадим тоже, у меня нет такого, чтобы, допустим, репетиции там или еще что-нибудь. Да, мы какую-то форму просто сказали, вот давай так, давай так. И начинаем играть. То есть, спонтанно, вы как зритель уже видите, или человек выучил это, да, то есть, когда он сидит, или вот человек свободно парит над этим. Мы сколько играли концертов в Эверджазе, всегда принимали, приятно принимали. Дорогие друзья, знаете, почему я представил Игоря Захарова как уникального барабанщика? Потому что он как раз и входит в книгу рекордов Гиннеса. Он однажды играл на барабанах 24 часа подряд, прервавшись только единожденно 30 секунд. Видимо, водички попить, да? Да, это правда? Ну, это, то есть, мне разрешалось 2 минуты, да, то есть, между часовыми, то есть, да, я их берег, берег, то есть, так. И, во-первых, вода у меня была здесь, все, я быстрее сейчас скажу, если надо эту историю рассказать, да, то есть. И меня, мне кто-то, тренеры там наставили такое, я нарвался на врача, который нормальный, он мне так делал, гиетолог, да, он сказал, ничего тебе не надо, потому что иммунная система, ты себя зарядил, ты будешь этим самым, то есть, ты будешь, ты готов. Водичка ни в коем случае не сладкая. А мой менеджер, да, он взял мне сок, подкинул, он думает, что делает доброе дело для меня. Ну, и в 6 часов, а там был этот самый канал, этот, Шереметовский, то есть, они, в 6 часа он меня снимает. А я как раз занимался, был в компании, ну, не буду, это уже политика, короче, это самое, и я так пью воду, раз, и этот кулек беру, сладкое выпил, вы знаете, когда человек в обморок падает, что сначала аккорд какой-то в голове, да, так, у меня бам, я понял, что я прилетел. И выключился. Ничего себе. Я, я нет, меня, Кристина Гринель, танцовщица из Выбережья, это самое, тоже она, кстати, с Кобальдом работала, то есть, она меня научила, как себя это самое, выводить из этого состояния. Я сразу фокусировался на ноге и начинаю вот ее там массировать, так, то есть, уже ничего мне не касается. И вот это, тихонечко вхожу, а Шереметовский этот, киносъемщик, да, видит, что меня же побелел там. Ну, хорошо, давайте спросим у Вадима, вот вы играете еще на диджериду такой инструмент, что это такое вообще? Это инструмент австралийских аборигенов, так случилось, что он народный там, и по какому-то течению обстоятельств он еще и здесь популярен в России стал. Открытый мир, интернет. Но вы не похожи на аборигенов, кто вас учил? Нет, не похожи, он снимет рубашку. Кто вас учил играть на этот инструмент? Там лихая раскраска аборигенская. Кто? Мой знакомый, друг, очень хороший музыкант, звукорежиссер Алексей Захаров, известный в узких кругах, где-то из широкой публики, он уехал в Голландию в свое время, я приехал к нему в гости, а там, опять же, Голландия, страна известная с широкими своими нравами, и там я впервые услышал этот звук. С тех пор, это был 2003 год, вот с тех пор я как-то так плавно подсел на это, и сейчас мы даже делаем тут уральский диджериду. Друзья, вы слышали вот эти обороты, да? Я научился у Алексея Захарова в Голландии играть на инструменте аборигенов Австралии. Может быть, изобразите? Я подсел на этот звук. Да, может быть, изобразите? Ну попробуем, давайте что-нибудь. Дорогие друзья, уникальный звук диджериду в сопровождении барабанщика Игоря Захарова в исполнении Вадима Суботина здесь, в программе «Утро ТВ». Давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА